Здравствуйте! Мы хотели назвать эту передачу «О вреде реформ вообще». Так один из персонажей одного из произведений Островского назвал свой трактат «О вреде реформ вообще». Это, естественно, XIX век, некий такой вот бюрократ. Изучение реформ, тут такая тема на самом деле не о реформах у нас. Изучение реформ, реформы реформаторы, как они хотят провести реформу, и реформы не получаются. Бывают успешные реформаторы, разберёмся, кто они у нас в нашей истории. И второй момент. Ну, второй момент я сейчас оглашу в глаза, глядя моему собеседнику, доктору исторических наук, завкафедры истории Теверского государственного университета Середа Надежда Владимировна. Здравствуйте! Здравствуйте! И так вот, второй-то вопрос вот какой. Понимаете, в чём дело? Вот вы историк, историческая наука, очень ценимая всеми, и мной в том числе. Но вот у исторической науки, которая, безусловно, является наукой, потому что она изучает, ну, конкретные вещи, то, что произошло когда-то, надо выяснить. Это с чем-то похоже на работу следователя, кстати. Вот. Так вот, сидит историк, пишет кандидатскую диссертацию. Не будем себя обманывать, именно поэтому он занимается наукой. А физик, когда таким же вопросом занимается, или химик, его задача найти, исследовать, выяснить параметры, какой-нибудь процесса, хорошо бы открыть какой-нибудь новый эффект, подтвердить или опровергнуть теорию, теоретические какие-то положения. Для этого он собирает экспериментальную установку, я имею в виду экспериментатора, проводит измерения. В принципе, говорят, измерения любой другой экспериментатор, собравшую такую установку, может повторить. А если они неповторимы, ну, в общем, простите, это не считается наукой. Считается, это ошибка измерения, артефакт. А вот в истории нашел историк документ, один-единственный в архиве, или где-нибудь еще там, довелось ему найти. И строя на этом документе свою аргументацию, он, в общем-то, доказывает что-то, что он считает сейчас уместным доказать. Вы помните фильм такой был «Доживем до понедельника», когда учитель говорит, я собираюсь уйти сейчас в отпуск, ему директор говорит, Зимин директора играл, он сейчас для твоей диссертации, говорит, очень хорошее время, вот как раз вот такая политическая ситуация, тут, ну, тот ему вот отповедь длинную такую правильную дает. Вот, на самом деле, действительно, под политический момент историк работает. У нас всегда, помните, были прогрессивные цари, чуть ли не революционеры были в свое время, ну, почти как в РСДРП будем состоять. Ну, вот, вы знаете, если говорить о советском периоде, то царей там не жаловали. Ну, Петра Первого-то жаловали. Ну, вот, пожалуй, Петра Первого жаловали. Одно время Ивана Грозного. Ивана Грозного жаловали. Я бы так сказала, крутых царей-реформаторов жаловали. А ведь, по большому счету, успешными были, на мой взгляд, более успешными даже, были реформы, не слишком ломающие то, что им предшествовало. Я более того скажу, когда изучали Петра, то там тоже выносили на первый план его радикальность. И даже это излишне подчеркивали. А ведь Петр тоже аккуратен был в проведении реформ. Поэтому, вообще-то, у царей надо поучиться. Его реформы были очень демонстративны в деталях. И в то же время иногда подчас они... Ведь, посмотрите, он не закрыл Боярскую думу, он ее не разогнал. Он просто дождался, пока последний член Боярской думы умрет, и только после этого создал Сенат. Ну, где же здесь крутизна? Крутой, просто... Ну, я думаю, что как до этого Боярская дума не ограничивала его власть, так и Сенат не стал ее ограничивать. Не смог ограничить. Там же были его птенцы гнезда Петрова. Да, а вот Боярская дума подчас ограничивала царей. Мне кажется, что реформы тем и отличаются от революции, что они не меняют как бы кардинально. Во всяком случае, в нашем традиционном представлении людей, воспитанных в советский период. Реформы, они постепенны. Но, тем не менее, реформы бывают очень глубинные. Настолько глубинные, что они, в общем, сущностно меняют существующий строй, существующие отношения вещей. Так вот, мне представляется, что в советский период, ну, не жаловали таких тактичных, я бы сказала, реформаторов, каким была Екатерина II, например. Она была тактичной реформатором. Да. Кроме ее городской реформы, что у нее было еще реформировано? Вы знаете, у нее, я, сколько я понимаю, вот я все-таки к ней тоже хорошо отношусь, так же, как и вы. Насколько я понимаю, она и ее покойный муж, от которого она все-таки избавилась, Петр Федорович, Петр III, не очень были в восторге от русского крепостничества. Да. С продажей людей, это ведь было не просто прикрепление людей к земле, это фактически прописка, нет, это же было рабовладение, рабство. И дворяне ведь называли своих крестьян как рабами, мой раб. Ну, в общем, да. В 19 веке так называлось, они были рабами. Да. Это положение. Вы знаете, да. Она хотела вообще это отменить? Да. Да. Она хотела это отменить, но когда она пришла к власти, ей очень быстро дали понять, что вот эту идею нужно выбросить из головы абсолютно. Вот у меня такое убеждение, что потому от власти и убрали Петра Федоровича, Петра III, да, и, соответственно, ему сдали отрицательный исторический такой имидж, потому что ждали от него манифеста о вольности крестьянских. Был же манифест о вольности дворянских? Да. Когда и дворянин был неволен, когда он был холопом государя, да, и крестьянин был, вроде как это как-то вот уравновешивало друг друга. Вот все, мол, мы чьи-нибудь холопы, да, а тут он получался господин, рабовладельца, и крестьяне, в общем-то, ждали. По-моему, у вас в Тверской губернии были на этот счет волнения, и издал Петр Федорович манифест вот как раз об этих ваших напрасных ожиданиях у вас, товарищи. Или кто там? Вы знаете, вот я сейчас не вспомню насчет того, чтобы у Петра Федоровича... Но боюсь, что от него ожидали, боюсь, что от него ожидали, поэтому его и убрали. Были мысли или не были, но изъяли его из обращения, наверное, поэтому... Кованых земель, которые он объявил, а проводила потом Екатерина, это мало кому понравится. Ведь... то есть это уже был вызов глобальной такой силе, как церковь. Но глобальная сила такая, как церковь, священники, епископы, архиепископы, офицерами гвардии не были. И шарфом удушить не могли. Ну, конечно, но все-таки раздражение вот эта его заявка вызвала. Все-таки, в отличие, опять же, от офицеров гвардии, которые привыкли менять власть священнослужителей, на тот момент были фактически чиновниками, которые служили по ведомству Святейшего Синода. Кого им поставят, оберпрокурорам, тот убьют. При этом это было богатое ведомство. Ну уж. Да, а вот они все-таки сначала... Это ведомство все-таки богатое. Сначала Петр, а потом Екатерина. Лично они ведь не были богаты формально. Но монастыри были богаты. Монастыри были богаты, но опять это не частное лицо, это монастырь. Да. Так вот, если говорить уже дальше... Игумена может было в любой момент перевести в другой монастырь, кстати. Да, да, эта практика, конечно, тоже использовалась в случае чего. Так вот, мне кажется, что многие реформы были хороши, а в советский период их просто недооценивали и, более того, замалчивали. Я бы даже сказала, что немножечко очерняли некоторых наших руководителей, которые... Наша телекомпания представляет вам возможность обелить реформы Екатерины Великой. Обелить реформы, да. Ну, вы знаете, вот если говорить о Екатерине и в целом о ее реформах, не вдаваясь как-то в какие бы то ни было отдельные направления ее деятельности... Да, можете выдаться. Что мне бы вот хотелось подчеркнуть? Ведь вот мы привыкли говорить, и в учебниках пишут. Значит, вот еще Анна и Анна, Елизавета Петровна начали давать привилегии дворянам. Петр III так вообще издал манифест о вольности. Служите, не хотите служить, не служите. А Екатерина подтвердила это, их право. Да, еще и дала им право создавать органы дворянского самоуправления. Это вот дворянское собрание, да? Да, дворянское собрание губернское. Так вот, понимаете, мне кажется, что на это надо смотреть под другим немножечком углом зрения. Что значит привилегия? А не заменить ли слово привилегии словом право? Итак, первая категория населения России получила первое демократическое право. Свободно выбирать род своих занятий. Ну что сделать, если дворянин не хочет служить в армии? А Петр говорил, вы должны служить либо в армии, либо в государственных учреждениях. А что если дворянин хочет стать художником? Ведь до той поры он же не имел права стать художником. А кто у нас были из тех, кто в Третьяковке или в Русском музее висит дворяне-художники 18 века? Были такие? Вы знаете? Я тоже не знаю. Нет, по-моему, нет. Нет, это все из простолюдей. То есть эту привилегию дворяне не использовали для того, чтобы стать художниками? Нет, потом стали использовать. Но надо было сначала издать манифест о больнице. Но это потом, это уже после, по-моему, в каком году? А, манифест был при Петрике. Вот надо было сначала издать манифест, и только после этого дворяне получили возможность заниматься творчеством, писать стихи, быть переводчиками. Они могли поселиться у себя в имении и заниматься тем, чего душа желала. Некоторые спивались, некоторые надевали халат и не вылезали из него до конца жизни. Некоторые распутничали, а кто-то писал стихи, делал переводы с французского и так далее. В Тамбовском архиве есть, говорит, очень удивительный, так сказать, корпус документов, что называется, это вот о Тамбовском дворянстве. Ну, говорит, удивительно, тупое было, говорят, дворянство. Так они вот, те, кто это с этим... Тупое? Ну, удивительно. Но не все. Ну, смешное такое, очень милое и смешное, и очень много там такого было. Но это в самой такой глубинке, то есть был такой слой, и естественно, что не все. Везде, везде были такие. Но был такой слой, который был не очень. Но в то же время вот у нас неподалеку от Твери, после издания манифеста, поселился такой очень небогатый помещик Преклонский. Он долгое время жил в этом своем небольшом имейнице, переводил, посылал переводы в Петербург, их даже издавали. А потом, когда началась реформа Екатерины II, вот изменившее местное управление, потребовалось много на местах грамотных, образованных людей, способных оформлять бумаги, писать, размышлять, принимать решения. И тогда многих дворян снова попросили на службу, предложили им не ахти какую, но зарплату. И вот Преклонский как раз относился к числу этих людей. И вот он приехал в Тверь и стал служить в Твери. И вот в частности, благодаря ему в значительной мере подготовлено топографическое описание Тверской губернии достаточно большой, достаточно известный и исторический источник. Вы назвали привилегии, которые были даны дворянам, точнее, неким правом. Правом. Вот меня учили, что единственное место в то пору в Москве – это был английский клуб, или как он, английский клуб, клуб, где действительно, так сказать, ватировали, голосовали. Была какая-то там, значит, выборная. Нет, не то. Вот решали, вот пригласить им, вот завтра там кого-нибудь, там, музыканта, может, цыган пригласить, может, еще кого-то послушать. Ну, то есть клуб был. И вот там, значит, решение, кого выбрать, ватировали с помощью каких-то там шаров. Шары, да, шары читать. Но говорили, шары там. Шары, белые. И даже была, так сказать, предполагаемая модель этого устройства для голосования. Вот сейчас в английском клубе в Москве стоит, это вот музей современной истории называется такой, да? В Москве. Музей революции. А, музей революции. Музей революции. В том зале, где как раз они, так сказать, ватировали, где Пушкин был, где Фамусов должен был бы быть, да? Возможно, да. А в остальных-то вопросах, когда они занимались, так сказать, ватированием, когда дворянское собрание решало судьбу какого-нибудь проштрафившегося дворянина, они что, голосовали или как? Или какой был механизм принятия решения? Нет, ну, как они выражали, как вообще вот их голос выражался, да? Но, смотрите, после того, как были созданы вот эти дворянские органы самовыправления, дворянское собрание, ведь капитаны исправников, которые следили за порядком в уезде, их как раз избирали на дворянском собрании. Избирали, то есть там действительно ватировали, да? Да, дворянских заседателей в судебные органы, губернские тоже избирали на собрании. А кто выдвигал там? Вот у нас, я скорее, партия выдвигала, вот кого мы должны были голосовать, от коммунистов и беспартийных. Вы знаете, я полагаю, что сами они и выбирали, действительно. Сами, то есть там должны были возникнуть какие-то партии, не неформальные, вот эти вот за Фамусова, а эти вот за Чацкого. Несомненно, несомненно, они имели место быть, особенно в первые годы, вот в Екатеринское время, особенно в первые годы. Особенно в первые. И так определенно доказали, что это даже отташ некий был. Ну, я, конечно, рад, что у дворян появились некие права, но это вот, знаете, мне, как бы сказать, все-таки пропасть была и социальная, и экономическая, и, я бы сказал, как-то вот моральная между дворянами, рабовладельцами. Ну, что говорить, они же рабами владели. Да, ну, несомненно, конечно, была пропасть. И вот этим всем прочим народом, да? Была пропасть. Ну, в общем, мы как-то все как-то в глубине души демократы. К счастью, к счастью, в отличие, скажем, от древнегреческих мыслителей, где за всю эту многовековую историю философии греческой, там буквально несколько философов сказали такую фразу, что, мол, рабы, это ведь тоже люди, вот, остальных людьми не считали, откровенно причем совершенно, не относились к ним как к субъекту, объекту, я уж не знаю, где там объекты... Нет, в Древней Греции как раз рабы не были людьми. Не были людьми. Да, они не считали, буквально несколько человек, которые сказали, ну, они же тоже люди. Ну, их, так сказать, ну, мало ли. Но тут у нас немножечко другая система. А наши дворяне в этом отношении были, да, их даже ссылали, по-моему, куда-то, куда сослали-то за путешествие из Петербурга-Москву. Да в Петропавловскую крепость посадили. В Петропавловскую, круто, ведь он так очень мягко написал-то, жестко его. Мы в школе проходили путешествия. Да, путешествия из Петербурга-Москвы, родящих. Что он там, по сути, писал-то? Ну, вот какие у нас крестьянки были симпатичные. Ну, он предлагал расправляться с помещиками, и, кстати, на самодержавную власть тоже покушался, и достаточно в резких выражениях. Бунтовщик хуже Пугачёва. Вот так. Нет, да. Он выражался достаточно хорошо, но если возвращаться вот всё-таки к тому, что часть населения была унижена и на положении рабов находилась, тут нельзя, конечно, не согласиться. Всё-таки основная, значительная доля крестьянства оставалось рабами. Я напоминаю, что монастырские крестьяне изменили свой статус после секуляризации, и они перестали быть рабами, и получили достаточно много прав и свобод, и могли записываться и в купечество, и вступать в число мещан. Пожалуйста. Но в то же время... И потом по Александре I был указ... Это же, правда, по Александре I указ о вольных землепашицах. Да, это тоже сокращало число крепостных, число рабов постепенно сокращало. Вот. Но были, конечно, рабы, их достаточно много было. Но, вы знаете, я отношусь с глубокой... с глубоким доверием, так, к фразе, которую сформулировала и Екатерина II, и ещё ряд, мне кажется, философов об этом говорил, что людей нужно постепенно освобождать. Нельзя всех одномоментно сделать свободными. Понимаете, свободу надо давать как-то вот одной категории людей, потом второй. Свобода – пьянящее чувство. И если дать свободу сразу всем, я думаю, что это было бы... обернулось бы новой пугачёвщиной. Ну, однако, свободу сразу всем дворянам дали. Ну, их не так много было. Это обернулось... Но они зато на каком месте были хорошим. Они показались хозяевами рабов. До этого они сами были, как сказать, ступенечкой одной. Начальник. А над этим начальником ещё начальник. А так он оказался, ну, в следующем после Бога над крестьянином. Вообще, власть помещиков над крестьянами, несомненно, усилилась с момента, когда они получили вот эту свободу. Многие из них поселялись в имении... Вашей идеей это противоречит о том, что свободу надо давать постепенно. А тут её просто отнимали, свободу. Поэтому-то и был пугачёвский бунт. Потому что свободу ограничивали. Их ещё сильнее... И так было невесело. А ещё сильнее гайку закрутили. При первом гайку подкрутили. Ведь только после этого крестьяне стали собственностью вместе с землёй. До этого они были помещики. Их помещали для кормления вот в это поместье. Да. Вот это ведь тоже он реформатор был. Реформатор, да. Вот реформы были отрицательные. Я вам напомню, что от такого рода способа платить за службу Карл Мартелл это... Землёй в смысле платить, да? Он отказался... Не Карл Мартелл. Да, Карл Мартелл. Карл Мартелл. Дедушка Карла Великого. Он отказался за тысячу лет до Петра Первого. Понимаете, вот сколько? За тысячу лет. В Европе устарело тысячу лет. А этот только её принял. Потому что у него не было денег, чтобы платить за службу. Иностранцы не хотели вот так. Ну, какой я буду, что там буду, капустой, репой и рожью собирать, что ли, платёшь за службу русскому царю. В России не было денег, поэтому платили, только давали землёй. Да, мы в этом плане отстали от Европы. Земля и рабы, повторите. Земля и рабы, да. Да, земля и рабы – это как форма оплаты службы царю. Да, это было. Но это же минус. Вот с чем заплатил весь народ за Петровский реформ. Страшным закабалением. Если бы этого страшного закабаления не было, ну, вы, историки, любите отговариваться. Ну, нет, я не буду возражаться. История не имеет сослагательного наклонения. Да, я тут, пожалуй, приму вашу точку зрения. И вот тогда бы не было бы всех проблем, которые пришлось Александру Освободителю решать, Александру Второму. Вот весь этот кусок истории в 125 лет, даже где-то 130 лет, он бы просто, ну, этих задач не было бы решено. Если бы не провел реформы Петр? Да, если бы Петровских реформ таких не было, не нужны были бы реформы. Ну, крепостное состояние наследствием с 1649 года. Ну, крепостное состояние, но не рабство, не продавать на базаре людей. У нас тоже по наследству мы прописку получаем. Один в деревне живет, другой в городе. Все нормально. Жили и так. Совсем другой уровень свободы, согласитесь. Ну, немножко, да, конечно, стала свобода меньше у крестьян, да. Но, тем не менее, в общем, мне кажется, Миронов очень хорошо, Борис Николаевич, в своей социальной истории приводит факты и доказывает, что даже в самые суровые крепостнические наши времена положение наших крепостных крестьян не имело ничего общего с рабами Америки. Во-первых, он был крестьянин, американский чернокожий раб. Да, то раб и крестьянин, земли же не было, да, он уже все-таки земля там была. А русский крестьянин все от подготовки почвы, в общем-то, даже до продажи на базаре в ряде случаев, это был его цикл. Да, Свободеев, он уже частный производитель, товаропроизводитель. Ну, если у него будет к этому интерес и желание. То есть вот эти слова про освобождение, да, про освобождение, сказаны были, наверное, все-таки для не тех рабов, не для наших крестьян, который был на самом деле частный производитель. Ленин, ну, никогда не забуду, говорил, что постоянно вот это вот сельское хозяйство тиражирует и выплескивает мелкобуржуазную стихию. Да, стихию, да, да. Вот такие слова. Ленин говорил, да, да, да. Он в этом разбирался, я так думаю. Да. Разбирался. Мелкий буржуак. Ну, это ведь речь идет уже о 20 веке. Я понимаю. А было ли стремление у многих крестьян хозяйствовать в 18 веке? Да, но против американских негров-рабов вот в этом плюс. И второй плюс, конечно, вот, ну, сразу потомка негр-раба сразу увидишь. Вот он чернокожий, он другой, да. Нашим бывшим рабам проще было смешаться с городским населением, проще было ссимилировать. Проще, проще ссимилировать, да. И к культурным отношениям. И так, ну, научился говорить по-городскому, стал по-городскому одеваться, ну, вроде-то и свой. Ларис Сергеевич. Но правда, правда, вот, революция 5-го года, революция 5-го года, это был отклик на, в общем-то, на ваши екатеринские реформы отдаленные, отдаленные эхо. Сейчас расскажу. Так. Освободили крестьян? Так. Освободили. Александр Третий. Так. Царство ему небесное. Освободили. Вот, он, они, то есть крестьяне, куда им деваться? Не все же в деревне остались, не всех было желание заниматься сельским хозяйством. Многие попали в города. И вот в городах возникло. Это конкретно, вот, я не знаю, Москва, Петербург. Мелкие города, где вот слобода, скажем так, за пределами городской черты, уже за заставой, за этими двуглавыми орлами, где живут понаехавшие все. У них дома там построили. Ну, вот этот вот город, там, исправник, он за городских. А это не город. И вот эта вот революция 5-го года как раз, ну, понятно, там какие-то движущие силы, там, расскажут, там, экономисты, Ленин, наверное, они правы по-своему, со своей точки зрения. Но вот конкретно, ну что, воевать-то не будешь же из каких-то там теорий, в которых ничего не понимаешь, тем более. Большинство ничего не понимало. А воевали из-за того, что боролись друг с другом, потому что вот эти горожане, настоящие потомственные мещане, как там купцы, кто там еще. Не хотели принимать. Они не воспринимали этих совершенно. Это люди были другой культуры, чудо, они противились, смешивались с ними. Это проблема была всегда. Всегда она была. И задача екатеринских, реформ городских, ликвидировать это противостояние. Но она до 5-го года противориквидирована не была. Да, не была. В том-то и фокус. И это, вернее, один из фокусов. Но уже Екатерина пыталась сгладить это противоречие. То, так, 75-й год реформа ее, да? Да. 135 лет. Так, 130 лет прошло. И потом я бы хотела вам сказать еще. Отмена крепостного права не позволила свободно уезжать крестьянам в город. Община-то сохранялась. Они не получили свободы. Из общины разрешили выходить только благодаря Столыпину. Это осень 1906 года. И вот тогда-то масса и получила свободу. И вот это, на мой взгляд, и создало предпосылку к развалу. Но 5-й год был до этого. Это в ходе революции. Индустриализация в стране была до этого. Рабочие из сел в городах, которые в тяжелых условиях жили, не появились до этого. И без всякого Столыпина. Но, тем не менее, все-таки приток был слегка затруднен до отмены, до Столыпинской реформы. 2,5 минуты у нас с вами осталось. А мы тут как-то с вами проговорились, объявили, что вот о объективности исторического исследования. Вы знаете, за 2,5 минуты я да. Ну, хотя бы обозначьте. Значит, объективность исторического исследования, любого, в том числе изучения реформ. Нельзя иллюстративно выдергивать документы. Понимаете, вот нельзя. Когда это делается, тогда можно доказать любой тезис. Я буду исследовать, изучать этот комплекс, который отложился в деятельности, условно говоря, Тверского магистрата. Я буду выдергивать одни документы, чтобы доказать, какая хорошая была Екатерина и как правильно она делала. А вы придете и будете выдергивать другие документы, которые докажут обратное. Только это будет, наверное, уже не наука, а это будет полемика наша с вами. Да, но нельзя вести полемику, выдергивая документы. Полемику надо вести тактично. Вот давайте сделаем так. Вот ты досконально изучаешь архивный комплекс Тверского, Новоторгского, Бежицкого магистрата, и я досконально. Или так, вы будете изучать документы Новоторгского магистрата, а я Бежицкого. Но мы их изучим досконально, не пропуская ничего, ни одного, фиксируя информацию. Потом эту информацию систематизируем, как делают это представители точных наук. И тогда у нас ничего не выпадет. И если у нас получится больше, условно говоря, карточек, которые будут говорить, что Екатерина II угнетала, эксплуатировала и так далее, это одно. А если у нас вдруг окажутся карточки, когда архивные материалы свидетельствуют, что Сиверс присылал распоряжение в магистрат и говорит, так, что это такое, почему у вас там три дня уже человек сидит под стражей, и вы до сих пор не доказали его вину, а он у вас уже три дня сидит под стражей. Вы можете себе представить в нашей советской действительности, чтобы человек три дня отсидел под стражей, а представитель президента хватился бы и попробовал приструнить местные власти? Это себе можно такое представить? Телезийский мир, реально существовавшее лицо, это вот когда Телезийский мир заключают, помните там сцена, пожелал император Наполеон наградить одного из русских солдат этим самым орденом почетного легиона. Ему какого-то солдата дали, такого, наградили его, и солдат, естественно, стал потом офицером, но он же солдат. И кончил с тем, что у него был личный конфликт с другим кавалером ордена почетного легиона, с великим князем Константин Павловичем, да, и Константин Павлович определил его в Петропавловскую крепость, и, в общем-то, он без суда и следствия тут просидел чуть ли не до Николая Первого-то точно досидел. Были и такие случаи, вне всяких сомнений. И никакие сиверсы не помогли. Никакие сиверсы не помогли. Но, тем не менее, мы знаем множество примеров из бытовой жизни простых людей, когда на них искали управу, если они были нарушителями. Товарищ Иванов не поставил вовремя кирпич по сделке, выполняя сделку. Нарушитель. И тебя за это привлекут к ответственности. Но и тебя и защитят. И таких примеров масса. Выяснение исторической истины у нас сменилось с вами выяснением отношений, да? Кто за Екатерину, кто за Александра Второго. Ну, в общем, пожалуй, да. Пожалуй, да. Тут столкнулись сторонники двух разных императоров, да? Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok